Сей несчастный поход войска Селимова описан нами по сказанию очевидца, царского сановника Семена Мальцева, достойного быть известным потомству. Он ехал из Ногайских улусов и встретил неприятеля на берегу Волги, окруженный ими, скрыл государев наказ, как неприкосновенную святыню, в дереве на Царицыне острове. Сдался уже полумертвый Атран, прикованный к пушке, терзаемый чувством боли, жажды, голода, ежечасно угрожаемый смертью, не приставал ревностно служить царю своему, стращал турков рассказами, уверял, что астраханцы и Ногайи манят их в сети, что шах Персидский есть союзник России, что мы послали к нему сто пушек и пятьсот пищалей для нападения на Касима, что князь Серебряный плывет с тридцатью тысячами к Астрахани, а князь Иван Бельский идет полем с несметную силою. Мальцев учил и других наших пленников сказывать тоже, склонял греков и волохов, бывших с Касимом, пристать к россиянам в случае битвы. Звал сыновей Девлет-Гиреевых к нам в службу, говорил им, вас у отца много, он раздает вас по людям, вы не сыты, не голодны, скитаетесь из места в место, в Москве же найдете честь и богатство, сам отец будет вам завидовать. Без всякой надежды увидеть Святую Русь, без всякой мысли о награде, о славе, сей усердный гражданин хотел еще и накануне смерти быть полезным государю, Отечеству. Таких слуг имел Иоанн Грозный, упиваясь кровью своих подданных. Проведение с послом Альцева Выкупленный в Азове нашим крымским послом Афанасием Нагим, он возвратился в Москву донести царю, что россияне могут не страшиться атаманов. Итак, внешние действия или отношения России к иноземным державам были довольно благоприятны. С Литвою мы ожидали мира, удерживая за собою новые важные завоевания. Слабую Швецию презирали, видели тыл и гибель султанской рати. Узнав неприязнь хана к туркам, тем менее опасались его впадений и тем более надеялись с ним примириться. Войско наше было многочисленно, границы укреплены. На самом отдаленном Тереке Иоанн поставил город как для защиты своего тести, черкесского князя Тимгрюка, так и для утверждения своей власти над всем краем. Шах Персидский, Томас, хотел быть другом Иоанну, который, желая заключить с ним тесный союз против султана в мае 1569 года, посылал в Персию чиновника Алексея Хозникова. Сибирь платила нам дань. Иоанн. В 1569 году торжественным договором с новым сибирским царем Кучумом утвердил сию землю в подданстве России. Иоанн взял Кучума под свою руку в оберегание с условием, чтобы он давал ему ежегодно тысячу соболей, а посланнику государеву, который приедет за Данию, тысячу белок. Боярский сын Третьяк Чебуков в 1571 году отвез в Сибирь жалованную Иоанну грамоту, украшенную золотую печатью. Россия внутри бедствовала от язвы, голода и тиранства, но торговля ее процветала. Цари Абдулла Шамаханский и Бухарский, того же имени, Сиид Самаркандский, Азим Хивинский присылали дары в Москву, чтобы Иоанн дозволял их подданным купечествовать не только в Астрахани и в Казани, но и в других городах наших. Несмотря на явную вражду султана, россияне еще торговали в Кафе в Азове, а турки в Москве вместе с армянами. Сам государь из казны своей отправлял за Каспийское море меха драгоценные и купцов московских в Антверпен, в Лондон, даже в Армуз. Ганза не переставала искать милости в Иоанне и менялась с нами товарами в Нарве, завидуя англичанам, которые пользовались благосклонностью царя и правами исключительными в России, особенно с вашествия на престол Елисаветы. Ибо сия знаменитая королева, одаренная и великим умом, и любезными свойствами, снискала его дружбу. Лондонское российское общество дарило царя алмазами, Елизавета писала к нему ласковые письма. Три раза посланник ее Дженкинсон был в Москве, ездил оттуда в Персию и с усердием исполнил тайный наказ государев к шаху. Следствием было то, что в 1567 и в 1569 году Иоанн дал новые выгоды купцам английским, дозволил им ездить из России в Персию, завести селение на реке Вычигде, искать железной руды и плавить ее, с условием выучить россиян всему искусству, а при вывозе железа в Англию платить деньгус фунта. Англичане должны были все драгоценные вещи показывать государеву-казначею, обязывались также продавать царские товары в Англии и в Персии. Впрочем, могли везде купечествовать свободно, беспошлин, везде строить жилища, лавки и чеканить для себя талеры. Судились только судом опричнины. И московский их двор у церкви святого Максима находился в ее ведомстве. Напрасно купцы гонзейские старались вредить англичанам в уме Иоанна. Напрасно короли польский и шведский убеждали Елизавету не способствовать выгодами торговли могуществу опасной России. Бывали неудовольствия взаимные, однако же прекращались дружелюбно. Например, в 1568 году посланник Елисаветин Томас Рандольф около четырех месяцев жил в Москве, не видав царя. Иоанн досадовал на английских купцов за то, что они ежегодно возвышали цену своих товаров. Наконец, велел Рандольфу быть к себе, но не дал лошадей. Люди посольские шли во дворец пешком, и никто из царских сановников не кланялся представителю лица королевина. Гордый англичанин, оскорбленный сею грубостью, сам надел шляпу во дворце. Ждали гнева опалы, вместо чего Иоанн принял Рандольфа весьма ласково, уверял в своей дружбе к любезной сестре Елисавете и возвратил милость купцам английским. Имел с ним другое свидание наедине ночью, говорил три часа, и послал к Елисавете дворянина Андрея Савина с делом тайным, которое знаем только по ответу Елисаветину, хранящемуся в нашем архиве. Оно весьма любопытно и доказывает малодушие Иоанна. Сей монарх, еще победитель, еще гроза всех держав соседственных, не находя ни малейшего сопротивления в своих бедных подданных, невинно им губимых, трепетал в сердце, ждал казни, мечтал о бунтах, об изгнании. Не устыдился писать о том к Елисавете и просить убежище в ее земле на сей случай. Унижение достойное мучителя. Благоразумная королева ответствовала, что желает ему царствовать со славою в России, но готова дружественно принять его вместе с супругою и детьми, ежели вследствие тайного заговора внутренние мятежники или внешние неприятели изгонят Иоанна из Отечества. Что он может жить где ему угодно в Англии, наблюдать в богослужении все обряды веры греческой, иметь своих слуг и всегда свободно выехать назад ли в Россию или в другую землю. Верности сих обещаний Елисавета дала ему слово христианского венценосца и грамоту, ею собственноручно подписанную в присутствии всех ее государственных советников, великого канцлера Николая Бакона, лорда Нортамптона, Русселя, Арунделя и других, с прибавлением, что Англия и Россия будут всегда соединенными силами противиться их врагам общим. Донесения Савина, хотя обласканного в Лондоне, не весьма благоприятствовали англичанам. Он сказал царю, что королева думает единственно о выгодах лондонского купечества. Иоанн был недоволен тем, что Елисавета в деле столь важном ответствовала ему через его посланника, а не прислала своего, но берег ее дружбу, ибо действительно хотел бежать в крайности за море. Сию мысль вселил в него, как уверяют, голландский доктор Елисей Бомелий, негодяй-бродяга, изгнанный из Германии. Снискав доступ к царю, он полюбился ему своими кознями, питал в нем страх подозрения, чернил бояр и народ, предсказывал бунты и мятежи, чтобы угождать несчастному расположению души Иоанновой. Цари и в добре, и в зле имеют всегда ревностных помощников. Бомелий заслужил первенство между услужниками Иоанна, то есть между злодеями России. Казнь Божия для них готовилась, но кровавый пир тиранства был еще в средине. Открывается новый феатр ужасов. Субтитры создавал DimaTorzok